Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео с покупочкой коней Star Stable Online. Наконец-то я решилась так купить эту волшебную парочку вместе, кстати, с питомцами. Если что, видео снято было довольно давно, но я просто забыла его выложить, поэтому выкладываю сейчас, и вы можете в последнюю неделю Хэллоуина насладиться этим видосиком. Начинаем мы с того, что я скупаю всех воронов, и скажу еще такую вещь. Я забыла, что в комплекте за 1700 СК есть ворон, а я его купила, потому что я хотела костюм, и мне было проще купить комплект, чем скупать за СК набор, и у меня получилось два черных ворона. Но, если честно, я об этом не жалею, я их держу на двух разных лошадках. На вот этом вот старой модельке, и на какой-нибудь еще Хэллоуинской лошадке, там, к примеру, она еще один ворон, у меня сидит на Зюне. Ну, а теперь давайте же покупать этих шикарных лохматиков, потому что они шикарны в двух цветах. Это Das Grim, сейчас просто я плохо вижу, что на экране, но вы можете, в принципе, посмотреть характеристики. А в случае, если у вас есть огромное желание почитать описание, просто отмотайте чуть назад, ставьте на паузу, делайте хорошее качество видео и читайте. Сейчас у лошадок очень интересные истории, их происхождение, и почему они такие есть. Стоят они, кстати, 975 СК, да, так что, если нравится, покупаем, пока еще есть возможность. А так, я поздравляю вас, как и с тебя, с покупочкой этих лошадок. Пока что я купила, вот, значит, первую лошадку, теперь покупаем вторую. Здесь все абсолютно то же самое по характеристикам, и также я даю вам возможность улучшить качество видео, оставить на паузе и почитать описание данной лошадки. Если не успели, отмотайтесь чуть назад и погрузитесь в историю данной лошадки. Насколько я вижу, ее зовут Сонгсроу. Во, какое у нее название. Тоже 975 СК, тоже я ее покупаю. Я, кстати, назвала его Болотный Туман, но я не уверена, есть ли у меня фьорд, который тоже продается в хлыне, не такое же ли у него имя, если честно. Я, кстати, до сих пор этот момент не проверила. И опять покупочка лошадки, боже мой, даже уже после того, как я озвучиваю это все поверх видео, это такие эмоции, это же так приятно каждый раз покупать лошадку. Особенно, я не сомневаюсь, я подтверждаю, что когда вы копите именно на нее очень долго и покупаете, это еще больше восторг. Так что я поздравляю себя с этой покупочки. И поздравляю, кстати, всех, кто умудрился купить вообще любую хэллоуинскую лошадь, потому что если вы не смогли купить остальных, а если вы хотели купить их всех, как, допустим, вот этого вот коня-всадника без головы, то нужно ждать целый год. Но ничего, если вам нравятся только хэллоуинские лошади, я думаю, за год вы накопите, если совсем без трат СК 12 тысяч, по-моему, и вы сможете как раз купить этих прекрасных лошадок. Так, ну вот я и в конюшне, ворон со мной летает, и вот этот болотный туман. Просто какой же он шикарный, эти стеклянные глазки, эти цветочки в гриве. Он мне нравится в двух обликах, в своем родном магическом и в своем, скажем так, немагическом облике. Давайте посмотрим на него. Так что, да, давай, давай. Ой, какой же он снежный, я не знаю. Мне кажется, это как будто вершина снежной горы, на которой на кустах растут цветы. У меня вот такая вот к нему ассоциация. И, кстати, я знаю, что это тот самый конь, которому я куплю вот этот вот недоуздок. Диколесия. Я покупала там остальные недоуздки, а этот недоуздок я не знала, на кого одеть. Так что, вот, пожалуйста, этот недоуздок теперь принадлежит этому болотному туману. Итак, следующий конь. Это у нас... Боже мой, как тебя... Я же тебя как назвала-то? Вороная ночь. Вот, и да, Каролина сказала, что напоминает болотный цвет. Но вы посмотрите на эту шикарную Изабеловую, я так понимаю, масть в немагическом облике. Просто. Это действительно, это не то, что как бы магический-немагический. Я воспринимаю, что это просто две разные лошади. Вот, если бы можно было, кстати, закрепить, в каком облике вы хотите на ней кататься постоянно, но без нажатия и без сбрасывания, то можно было бы чуть ли не две одинаковые купить. И да, этому лохматику очень сильно подходит белый ворон в своем немагическом виде. Так что, опять же, я от него в полном восторге. И это у меня уже получается какой пятый? Это у меня будет четвертый-пятый лохматик. И, кстати, да, на этого лохматика я одела свой комплект, который я не помню с какого дня давался. Но, в общем, такой вот бежевый Изабелевый комплектик. И вот сумочка тоже не помню, она вот искала долго. И, несмотря на то, что когда я захожу в конюшню, и он стоит в своем нефтяном цвете, я все равно этот комплект оставила на нем, потому что этот комплект лежал без дела. И, как бы, пусть он пока что лучше посидит на нем вместе с белым вороном. Да, я, кстати, на днях забыла, куда я одела белого ворона. И сейчас я уже вспомнила, что он находится на сумке у этого просто нежного такого, как маршмеллоу лохматика. Я до сих пор не жалею. Да, я, правда, сейчас на них не катаюсь, потому что мне не нравится кататься на лошадках сразу после их покупки, потому что все на них катаются. Я думаю, большинство со мной согласятся, что, да, восторг и радость от покупки ни с чем не сравнить. Но, когда вы катаетесь и вы чувствуете себя частично, хотя бы индивидуально, это еще приятнее, это еще более приятно. Ну, какой же этот белоснежный ворон тоже классный, мне тоже очень сильно понравился. И, да, я получила еще и костяного ворона, тоже безумно не нравится. В общем, покупку таких вот двух красавцев вы сегодня посмотрели. Да, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам эти лошадки купили вы себе такую. Или планируете купить вот буквально до следующей среды, пока еще у нас есть на это время. Осталось чуть меньше недельки. Ну, а можно сказать и неделька. Ой, так что вот такая вот парочка, которая мне очень сильно нравится в двух своих обличиях. Думаю, я на них буду кататься либо зимой, либо весной, когда уже тематика с ними стихнет и про них слегка подзабудут. А они у меня будут маленького уровня, и мне нужно будет их качать. Так что, да, я очень сильно радуюсь. Ой, спасибо, что посмотрели это видео. И на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. И хороших вам покупок. Субтитры сделал DimaTorzok